Женщина при грудном вскармливании обязана придерживаться рациона, в котором присутствуют все необходимые витамины и микроэлементы. Самый простой и доступный способ получить необходимые питательные элементы использовать в ежедневном меню фрукты. Вкусные плоды в изобилии, представленные на прилавках магазинов и рынков, могут нанести вред ребенку. До того, как ребенку исполнится месяц, стоит приобретать фрукты по следующим принципам. Цветовая гамма. Не употреблять красные и оранжевые плоды. Присутствующий в их составе пигмент может вызвать аллергическую реакцию, пятна и зуд. Исключение красное яблоко, но необходимо очистить от кожуры. Породу. Никаких цитрусовых. Содержание витамина С позволяет назвать их провокаторами аллергии. Влияние на кишечную микрофлору. Груша, слива, виноград. Они могут вызвать вздутие и метеоризм. Слива может вызвать эффект слабительного, что категорически недопустимо для организма маленького ребенка во время вскармливания. При этом в случае запора у взрослого или крохи, слива может оказаться средством помощи. Отдаем предпочтение местным фруктам. Привлекательное в отношении внешнего вида и вкуса ананас, манго и цитрусовые могут принести лишь удовольствие в плане вкуса, но способны нанести вред из-за своего происхождения. Единственное, что можно позволить себе, это бананы, являющиеся доступными в плане цены, да и никакого вреда для организма они не приносят. Стоит отдать предпочтение яблокам, выращенным в своем саду, так как организм человека намного лучше усваивает фрукты, которые были выращены на территории проживания. Но не стоит отказываться от экзотических фруктов, нужно подходить к их выбору с умом. Именно благодаря материнскому молоку ребенок осуществляет знакомство со всеми компонентами пищи. Это позволит ввести в прикорм малыша фрукты, которые организм будет легче воспринимать намного легче. Кроме того, молоко женщины смягчит реакцию, которая может быть вызвана аллергией. Экзотические фрукты, которые к нам привозят из далеких стран, подвергают обработке химикатами для обеспечения сохранности. При употреблении в пищу плода лучше позволить себе небольшой кусочек и не в первые месяцы жизни ребенка. Кожура накапливает токсины, а потому ее нужно удалить, а сам фрукт промыть водой с раствором пищевой соды. Специалисты считают, что правильное решение это покупка сезонных фруктов. Они способны обеспечить насыщение организма витаминами, да и вкус во время естественного созревания намного приятнее. Кормящая мама обязана запомнить или записать список сезонных фруктов, безопасных для употребления. Белая и желтая черешня может употребляться с начала мая до конца августа. Красная и черная смородина. Она содержит повышенную концентрацию витамина С, что позволяет отнести ее к продуктам, способным вызвать аллергию. Как ребенку исполнится 3 месяца, можно позволить себе употребление морсов и смородины, а также смело употреблять ягоды. С середины июля и до конца сентября можно полакомиться нектаринами и персиками. Они содержат в себе кремнии, которые способствуют улучшению обменных процессов в организме. Для начала лучше попробовать пару кусочков и посмотреть, нет ли никакой реакции на теле ребенка. С начала июня до конца сентября можно покупать и употреблять инжир. Он истинное спасение для иммунной системы, тем более, когда кормящая мать должна применять минимум лекарственных препаратов. С октября по декабрь можно позволить вводить в свой рацион хурму после 3 месяцев жизни, способствующую повышению гемоглобина и являющейся источником йода. В качестве прикорма крайне не рекомендуется, так как в силу вязкости не будет полноценно переработан неискушенным в плане пищи кишечником крохи. Кормящая мать должна плавно вводить в свой повседневный рацион новые фрукты и соки. Желательно придерживаться правила не более одного нового продукта раз в три дня. Можно позволить маленькую дольку в первой половине дня, а возможная реакция аллергии у крохи может проявиться в вечернее время. При наблюдении пятен или сыпи на коже необходимо исключить употребление данного фрукта, соблюдая паузу где-то месяц, после чего можно попробовать его снова. Женщина должна помнить о медленном дозревании пищеварительного тракта у младенца, вследствие чего происходит легкое привыкание к новому продукту. Если проба прошла адекватно, можно употреблять 200-300 грамм фруктов. Женщина должна знать о реакции на продукт собственного организма. Если до беременности наблюдалось отторжение, то не нужно руководствоваться его полезными свойствами, стремясь заставить себя его кушать. Фрукты, разрешенные при грудном вскармливании. Яблоки. В них содержится клетчатка, железо, кальций, магний и йод. Они способны восстановить жизненный тонус, заставят ощутить бодрость и прилив сил. Лучше всего отдавать предпочтение зеленых яблок, но если придерживаться умеренности, можно все сорта. Яблоки необходимо поедать без кожуры, а еще лучше после предварительного запекания в микроволновке 2-3 минуты, чтобы избежать газообразования у ребенка. Груши. Настоящий подарок для женщины, кормящей грудью, так как содержат фолиевую кислоту, клетчатку, различные витамины. Нужно снять кожуру, чтобы избежать возникновения у крохи коликов. Персики. В них содержится магний, являющийся прекрасным антидепрессантом, что позволит повысить настроение, обеспечить защиту в стрессовых ситуациях. Их можно назвать продуктом для полноценного развития мозга ребенка. Абрикос. Содержит витамины и микроэлементы. Оптимальный продукт для обеспечения гармоничной работы иммунитета. Арбуз. Способствует прибавлению молока у женщины и улучшению обмена веществ. Единственный нюанс, большинство плодов выращиваются с помощью химических веществ, из-за чего стоит употреблять их в определенный сезон и в небольших количествах. Сливы. Если женщина или малыш мучаются запором, стоит обратиться к этому фрукту. Самое главное не злоупотреблять. Бананы. В них большое количество калия, вызывающего выработку серотонина, который называется самым настоящим гормоном радости. Его можно применять в качестве прекрасного перекуса, чтобы восстановить силы. Ягоды. Вишня, черешня, крыжовник и малина. Их можно назвать кладезью антиоксидантов, не являющихся провокатором аллергической реакции у ребенка. Витамин С, которыми насыщены ягоды, обеспечат защиту от простудных заболеваний. Фрукты, которые нежелательно употреблять в первые три месяца. Экзотические фрукты манго, киви, ананас, папайя способны стать провокаторами реакции аллергии у малыша. Киви содержит витамин Е, способствующий выводу шлаков, обеспечивающий функционирование желудочно-кишечного тракта. Более того, столь безобидный фрукт предотвратит появление онкологического заболевания. Цитрусовые, лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, мандарин. Сильные аллергены. Их можно употреблять, когда малышу исполнится 4 месяца. Виноград обеспечивает развитие костной системы благодаря минералам и витаминам. Единственное может привести к вздутию живота у ребенка, поэтому нельзя злоупотреблять. Ягоды клубника, облепиха, земляника. Стоит употреблять осторожно, могут вызвать аллергию. Кормящие матери обязаны употреблять много фруктов, чтобы обеспечить как свой организм, так и организм ребенка полезными микроэлементами. Это будет способствовать гармоничному развитию малыша и повышению жизненного тонуса самой женщины. Самое главное – отсутствие злоупотреблений при включении фруктов в повседневный рацион.